Мы теперь по телефону договариваемся о том, когда нам играть или не играть в Героевы Боры. И, кстати, сейчас мы, походу, пойдем в Героев, да, и этот Антон сейчас к нам присоединится. И у него завтра день рождения, да-да-да, он. У меня уже сегодня, могу его поздравить. Вот, да, я вот к чему, то есть в полночь его поздравьте с Днем Рождения все. Полтора часа ты встал? Ну, да. А, он уже пришел, погнали. А, он московнятский? Нет, он дзержинский мой, дустовский. Через несколько домов от меня живет. Нормально, ну давай доиграем. Через скайп общаемся. И погоним. Сейчас, 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 сейчас. Я могу даже ему позвонить сейчас. Давай, пусть он читает комментарии. Сука, я опять карту не выбрал. Да что с тобой не так? А, пойдут, нормальные, в принципе. Пойдут. Ты будешь походил? Добавить групповой звонок. Добавил. Антон? Да, всем привет. Здравствуй, Антон. Что, как до хера официальности? Как тебя полчаса утра? Антон Вадимович. Антон Вадимович, добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер. Почти ночь. Удаса ночь уже. Темнело сколько? За окнем наступала ночь пол третьего. Сколько? Пол третьего. Ни хрена себе. Бывает такое время, да. Прикинь. Я понимаю, ты в это время обычно спишь и даже не подозреваешь об этом? Ну, честно сказать, да. В пол третьего я обычно драгон. Мы играем в Хардстоун просто с тестом. У нас партия сейчас закончится. И пойдем в игрок. Да, я в ублюдок. Хорошее дело. Ну не то чтобы ублюдок, просто выкуси. А ты что вдруг постримить решил? Ну что значит, что вдруг? Я вообще-то подрабатываю нас на канале Помидорка за решеткой. Где зарабатывают деньги. Все, затырил, затырил все. Примерно ни хрена в месяц я получаю там. Процент от примерного ни хрена. Ни хрена. Да. Так уж это бодро. Это очень бодро. Так что теперь я буду сам стримить. А не просто сидеть на подсосе у всяких вот этих вот. Вот с этим поговори. Блин, я показал в камеру, как будто на зрителей сейчас. На самом деле я на Десса показываю. Ты не сомневался. Так, два, пять, два, три. Как же мне тебя уничтожить, сучку? Наверное никак. Ну почему же? Я так понимаю, ты сейчас не стримишь, да? Стримлю, мы в эфире. Почему ты, почему ты говоришь всевозможные нецензурные вещи? А сучка это не мат, сучка это самка собаки. Научили классики литературы его этого. Да. И я рад такой. У Есенина было стихотворение... Собака, сука, в облаке коня. Меня ебёт раля-ля-ля-ля. Мы разных Есенинах с тобой читали, по-моему. Ну, я на обложку не смотрел. Там что-то было. Ощенил и щенят, сука, там что-то такое стихотворение было. Да, он-то любил это дело. Два, три. Сейчас, сейчас, сейчас. Погоди, фитиль, погоди. Как тебя порвать таганкой фитиль? Ты это вспомнил, что ли? Нет, я просто фитилю, сказал быстрее. Как же, как... Нет, я не буду. Правильно, не надо. Я оставлю всё как есть. Зачем тебе это? Я думаю, я рискну. Why do you do this? Будет забавно, кстати. Если сработает то, что я задумал. Не сработает. Ну, ладно. Пара-пам, пара-пам, пара-пара-пам, ах ты, тварь. Слушай, ты сейчас напел, у меня вспомнил всё это. Пара-па-па-пам. I love it. Нет, там весело и вкусно. Другое вспомнил. Да, я люблю, когда моя красавица смеётся. Когда она со мной, моё сердечко так и бьётся. Ты помнишь этот... О, ты мне когда-то показывал эти тупорылые мультики. А-а-а, тупый кит? Да-да-да. Тупорылые мультики. Ты помнишь, что там вот это вот было, там, когда корова пришла в Макдональдс? А-а-а. Да, я помню. Блин, меня там клубничка просто всегда практически возбуждала. Привет. Я огромная горячая клубника. Пойдёшь со мной в магазин? Да. Магазин, значит. С огромной горячей клубникой, значит. Да, да, со мной. Нет. Интересно. Чем же тебя уничтожить, суку? А что бывает у него за способность? Два урона. Никогда не смертельный урон. Охерительно. А, каждый раз, когда получает урон, извини. Надо решать быстрее. А-а, как интересно. Это, глядя. Знаете, чем мне сейчас придётся заняться в ближайшую минуту? А-а-а, задумать свечи? Я придумал, но это похабно очень, честно. Не-не, на самом деле всё намного похабно. Всё намного похабно. Да. Ты представляешь, в ВКонтакте есть предложение, там есть игра, называется «Ромашка». Я не знаю об этой игре, и горжусь этим фактом. Слава богу, ты молодец, я горжусь тобой, потому что ты гордишься этим фактом, что ты не знаешь. Такая ромашка. Ну так вот, сейчас мне придётся потратить некоторое количество времени, чтобы подарить своей жене мёд. Некоторая, то есть ты не знаешь, что пойдёт, я пойду сейчас сниму денег в 3 часа ночи. Ах ты, жена просит у вас мёд. Когда жена в 3 часа ночи хочет есть обои, ты не спрашиваешься. Ты едешь в магазин. Беременная жена, это да-да, это важно, да. Блин, я закрыла у тебя записи свои. Значит, ты меня не ударил. Я зассал. Что значит, только он обещал, чтобы её стримить, а мужик всегда держит слово. О чём речь? О чём речь? Я поинт реангилейшн не сегодня буду стримить, не надо. Я не сегодня обещал. А вообще. Как сразу, да, я выпутываться начинаю. Съехал. Съехал с темы, да. Вот, а сейчас... Жалкая, ничтожная личность. А сейчас я буду тебя убивать, Десс. Я чуть не забыл, да. Сейчас придумай только как. Я могу сделать так, это 2. Могу сделать так. Это 4 пока что. Это 4. Слушай, а где ты хоть всё, Кашкин? Именно саказы. Но ты же, блядь, ёбаный андуин, надо бы убивать, да говно. Надо было. Так. А чего, Антон, ты спросил? Я просил тебя кинуть мне ссылку, куда ты стримишь. На эфирчик? Да. Стоп, мне хватает, мне хватает. Да-да-да-да-да. Избавился от этой мрази. Сейчас я кину тебе ссылку. В скупик, в скупик брошу. Ну, вообще. Держи. Вот здесь я стремлюсь. И, кстати, если будешь поглядывать на комментарии, я буду признателен тебе. А мне что с моим поглядыванием делать? С поглядыванием. Могу тебе зачитывать часть? Ну и что я сделал, дурак-то, а? Не клёво. Наконец-то я могу подсмотреть, что вы там делаете. Смотрим. На мою рожу, да, посмотрите. Да, даже вижу твою рожу. В рыжей футболке. В рыжей? Это в жёлтом цвет. В рыжей футболке. Не-не, Лёха, ты в рыжей футболке. Ну, ты понимаешь, всё, ты уже теперь от этого никогда не отмоешься. Теперь все эти 10 человек будут знать, что ты в рыжей футболке. От рыжей футболки не отмоешься? Никогда. Так, это стоит 2. Теперь тебя, тебе не в рыжей футболке, хер, никто не узнает. Сука, не идёт вообще ничего. Ладно. Не-не, вариант, нельзя тебя в живых оставлять. Угу. Не, вообще можно, но... Сейчас я могу сделать вот так. И вот так. Никакого ехера, вот так ещё. А-а, хитрец. На-на-на, на-на-на, на-на-на-на-на-на-на. Ну, вообще не сильно, но ладно. Привет, Аф, привет, Иван. Зипфер, зипфер, блин. Вот, чувак, если твоя настоящая фамилия, то я тебе завидую. Классно вообще. Ты бы хотел быть зипфером. Зипфер. Я полк. Ну, я почти так сказал. Зипфер. Зипфер, да. Хотел бы. Так, а вот теперь мы сделаем интересно. Мы сделаем так. Я изменил. И вот так. Ну, допустим. У меня осталось 10 здоровья, и вряд ли ты меня убьешь. Это плохо. Вряд ли ты меня убьешь. Я хочу, что заглушка такая, ДСАФ, Россия. Да. Это... Вообще там ДСАФ должно быть. А, окей. Теперь я даже понял. Да. Ты читал анекдот про обычное утро в семье Гришковца? Я очень хочу услышать этот анекдот. Я люблю Гришковца. Бля, тебя спою. Ну, я могу зачитать, но я без интонации. Обычное утро без экспрессии вообще. Обычное утро в семье Евгения Гришковца. Пап, подай соль. Вот, возьми соль. А что такое соль? Это ведь просто белые крупицы, которые, когда на язык сыпишь во рту, становятся соленые. А соленые это вообще как? Как объяснить-то? Просто соленые и все. Нормальными словами это не опишешь. Вот в детстве, когда мама... Ну, мама, просто мама. Женщина, которая проводит с тобой большую часть времени, которая любит тебя до беспамятства. Ну, началось, блядь. Ну, началось, блядь, эта реплика. Я понял. Я думаю, мы продолжаем. Нет, ну, я его почитать лучше. Я Гришковец такой. Да, Гришковец он. И, кстати, с завидуя у меня друзья пойдут скоро на его спектакль. У него же спектакль одного актера. Спектракль. Не, реально он выходит на сцену, то есть, случайно, такой чушь загоняется, да. Нет, на самом деле, не особо. Нет, то есть, у него там есть чушь. Так это классно, это классно. Нет, 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 у него есть там вообще несусветная чушь, то, что мне это одновременно или одновременно, вот, очень понравилось. Вот это реально было круто. Одновременно? Ну, он выходил такой, рассказывал, то есть, у него начиналось то, что, типа, такое, одновременно или одновременно, говорит, я открыл там, типа, как-то, знаете, словарь, короче, и оказалось, что можно и так, и так. Что, типа, нет одного правила. Понимаешь, понимаешь, в чем дело? Когда навалится плохое настроение, а плохое настроение, что это такое? Это когда ты легко и с удовольствием все раздражаешься, все терзает, и даже царапает. Вот тогда, вот тогда. Только тогда. Вот тогда. Слушай, а сколько задержка на стрим? Минуты полторы-две. Большая, на самом деле. Надо убавлять, да, с. Не, почему, на самом деле? Как ты убавишь, что ли? Не знаю. Трудно, это почини, как ты убавишь. Как-то надо убавлять. Так, так. Я даже считаю, если человек... Я просто, я, ну, удивлен. Я бы, на самом деле, в комментах уже давно писал бы, какие там у кого карты. 5-2. Ты меня не убиваешь. Я не могу посмотреть, кстати. Не надо писать, какие у кого карты. Но у нас как бы не на корову играем, на интерес. Ну и не проигрываем. Можно я начну читать? Начни. А кто, кстати, кто сверху, кто снизу? А, все, 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 простите. Это зачем? Извините. На эфире Дэс? Или вытачем? Извините, виноват. Из деревни туповат. Привет, чиновы, чай, не смотришь. Чего? Лучая, че такое лучая? Личку, что ли? А че у меня в личке? Лучая, не смотрите. Че за ЛЧ? Что за ЛЧ такое? Эдвард, скажи, пожалуйста. Эдвард, МДА. МДА. Да где ты их высираешь-то, тварь? С попочки. С попочки. Отлично. Отлично. О, тут хорошо тоже, да. Сойдет вообще. Да, я че-то примерно такого говна и ждал. Даже не знаю, что там, но примерно этого я и ждал. Да я вот думаю, как разыграть теперь это говно. Лига чемпионов? Точно. А, почему не смотрим Лигу чемпионов? А все очень просто. Я нелегко... Че я сделал-то? Интересно. Дурак. Дурак. Ну ладно, что вообще такое Лига чемпионов, простите меня? А, речь о футболе, ты че? А, все окей. Мы не любим футбол. Мы... Вот такие вот мы, да. Супер. Мы не любим футбол. Теперь я тебя уже дохерачить никак не смогу. И прежде чем вы начали писать гневные комментарии, типа, фу, задрета, мы и по доте чемпионата не смотрим. Все нормально. Слышь, я смотрю, я не гоню. Сейчас удалю, удалю тебя из конфы, я понял, на что намекаешь. На что я намекаю, на что я намекаю, на что я намекаю, конечно. Конечно. Это затяжное говно началось, пошли в логичи. Нет, 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 не затяжное, а, лови! Бамс! Что значит, нихера себе начал проигрывать, да, и сразу такая затяжная говно? Нет, нет, я должен, как говорили. Я до того, как ты, а ты после того, как я. До того, как я тебя аннигилировал? Не зашло, сука. Ну, 13 карт, ну как не зашло? Их две. Смотрите, как я размазываю, да, сопостини. У тебя есть казнь? А, нет. Была бы, я бы сейчас танцевал. Будь у бабушки. Серенький козлик. Вот, ладно. Вот как, вот как. Слушай, блин, я тут посоветую их фильм посмотреть. Называется Палета. 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 Вот, на самом деле, я просто советую там потратить прям минутку и почитать просто описание фильма. Я, в принципе, кстати, если... Там, может быть, всем лень, кто-то занят. Я сейчас сам прочитаю, о чем это. Но мне очень хочется. Вкратце, это о том, как папка торговала. А, это мое. Извини. Итак, я все-таки начну. Палета. Вредная старушка с непростым характером. Она ненавидит соседей, поскольку те мусорят и шумят. Она не любит своего внука и придумала ему посвящен черныш, поскольку дочь вышла замуж за чернокожего полицейского. Когда социальные службы начинают с долги описывать ее имущество, она принимает нестандартные решения, отправляется к местному наркодилеру и предлагает свои услуги. Бандиты ошеломлены, но бабушка находит убедительные доводы, чтобы ее приняли на работу. Не проходит и месяца, как палец становится крупнейшим наркотарговцем всех видов наркотиков в районе. Бизнес процветает, жизнь налаживается, бла-бла-бла-бла-бла. Хотя брекинг-бет наоборот. Да, но я просто, я угораю с этого описания того, что бабушка... Не слышу. Что? Черныш бабушка. Бабушка придумала своему внуку прозвищу Черныш, потому что он нигер, а она вообще там с каким-то нацистскими наклонностями. Закончим на этом.